Как вы думаете, какие качества во время битвы помогают воину одержать победу? Ведь множество примеров доказывает, что далеко не всегда сила является решающим фактором. Особенно наглядно это продемонстрировано в животном мире. У каждого животного имеется свое собственное оружие и защитные приемы. Никогда нельзя предугадать, будет ли охота успешной или кто одержит победу в схватке. Сейчас вы увидите моменты, когда животные ошиблись с соперником. Койот подобрался слишком близко к жилому дому, но не ожидал, что наткнется на такого отважного сторожа. Обычный домашний кот повел себя как настоящий воин и проучил хищника. Медведь – один из самых опасных хищников. Но Псу плевать. Он решил показать ее, кто тут главный. Черная антилопа бесстрашно сражалась сразу с тремя носорогами. Несмотря на то, что эти животные гораздо сильнее и крупнее ее самой. Эту захватывающую битву сняли на камеру посетителей зоопарка. Видимо, этому малышу никто не рассказал, что вообще-то кошки должны бояться собак. Смотрите, как воинственно он настроен. Это самый наглый, вместе с тем самый везучий петух в мире. Хотите завести петбуля, чтобы он вас охранял? А может лучше завести боевого кота? Природа наградила антилопу коду настолько длинными рогами, что не каждый хищник рискнет к ней приблизиться. За этот рыбий хвост началась настоящая борьба. Пообедать непросто, когда живешь в окружении жадных пеликанов. Леопарду ни за что не удастся одолеть такое огромное животное, как жирафа, в одиночку. Поэтому он даже и пробовать-то не стал. Крокодилы часто атакуют животных, которые пытаются переплыть водоем, в котором они живут. На этот раз жертвой чуть не стала львица, но ей удалось вырваться из его зубов. Пес не знал, чего ждать от этого ящера. Еле лапу унес. Мурзик не делится едой. Никогда. Мурзик защищает свою миску с кормом отважнее, чем собака своего хозяина. Бегемоты хоть и травоядные, но они терпеть не могут чужаков, которые оказываются на их территории. Их челюсти настолько мощные, что они способны пополам перекусить льва. Но, к счастью, хищники уцелели. Одолеть здорового носорога у гиен не хватит сил. Но они часто преследуют больных и раненых животных. На этих кадрах мы видим, как одна из гиен хватает носорога за хвост. Но остальные члены стаи боятся приближаться к этому огромному зверю. Львица накинулась на черную антилопу. Но длинные изогнутые рога жертвы дотянулись к охотнице. И хищнице пришлось бежать прочь, чтобы ее не прокололи насквозь. Леопард присматривался к детенышу бегемота. Но его мать всем своим видом демонстрировала, что лучше к нему не приближаться. Хищник сделал правильные выводы и не стал испытывать судьбу. Пара львов подкралась к спящему буйволу. Один из хищников решил проверить, жив ли он. Но когда оказалось, что буйвол не только жив, но и довольно активен, львам пришлось спасаться бегством. Похоже, котенок даже не думает бояться. А пес оказался слишком добрым, чтобы обидеть малыша. По всевидимости, шакал подкрался близко к стаду слонов, чтобы напасть на слоненка. Но мама слониха вовремя это заметила и хищнику пришлось убегать. Леопарды отлично лазают по деревьях, но все же обезьяны более ловкие. Как думаете, как долго еще эти двое будут скакать по ветвям? Носороги спокойные и дружелюбные животные. Но эти качества не помогают им избегать стычек с бегемотами. Уж слишком те задиристые. И даже рогом гиппопотема не испугать. Тигренок погнался за гусем. Но после непродолжительной погони, птица решила показать, кто тут главный. И загнала хищника в клетку. Львы решили погнаться за барсуком-медоедом. Но они просто не знали, с кем связались. Этот малый – настоящий крепкий орешек животного мира. Барсук-медоед не боится даже львов, а диким псам лучше вообще к нему не приближаться. Мало кто знает, но бабуины – всеядные животные. И они не прочь полакомиться птенцами. Хорошо, что у птенцов есть родители, которые сумели защитить свое потомство. Уж не знаю, чем леопард разгневал слона, но ему пришлось прятаться от него на дереве. Бородавочник считается самым беззащитным животным в Африке. Но на этот раз он сумел за себя постоять. Слон забрел на чужую территорию. И носорог буквально вытолкал его прочь. Несмотря на то, что слон гораздо больше и сильнее, он все же решил отступить. Лев и львица долго наматывали круги вокруг крокодила, но так и не решились напасть. Одолеть эту рептилию можно только в том случае, если атака будет внезапной, иначе лев сам может стать жертвой. Этот ягуар решил напасть на крокодила в его среде обитания. Несмотря на то, что у крокодила в воде есть явные преимущества, у ягуара все же остаются шансы на успех. Орлы часто охотятся на змей. Они атакуют их сверху внезапно, но все же иногда змея успевает укусить и выпустить свой яд. Ягуар повстречал гигантского муравьеда и не сразу понял, что это за зверь такой. Несмотря на свой достаточно миролюбивый вид, гигантские муравьеды могут быть опасными не только для ягуара, но и для человека. Оказывается, среди уток тоже есть экстремалы. Этой птице нравится испытывать судьбу, но на этот раз ей повезло. Гиппопотам запросто может перекусить крокодила пополам, поэтому речному монстру стоило бы спасаться бегством, но по какой-то причине он не торопится бежать прочь. На этих кадрах самка-барсука-медоеда внезапно атакует леопарда, чтобы защитить своего детеныша. У кого-то еще есть сомнения в том, что с этими животными лучше не связываться. Крыса мирно кушала и не ожидала подвоха, но когда кошка попыталась ее поймать, крыса молниеносно отреагировала. Малыши леопарда только учатся охотиться и не понимают, насколько опасна кобра. К сожалению, первая охота может стать для них последней. Овчарка долго не отставала от медведя. Косолапый пытался отмахнуться от нее, но собака продолжала ему надоедать. КОНЕЦ